Всем привет! Сегодня мы будем говорить об очень сложном процессе, о нарушении когнитивных или психических функций у женщины в перименопаузе. В менопаузе, вообще давайте даже честно, мы будем говорить об этом, касающейся женщины 35+. Об этом почему-то никто нигде не говорит. Мы можем обращаться, как часто обращаются ко мне мои клиенты, как к психотерапевту с какими-то изменениями. Женщины могут жаловаться на целых 9 перечней, которые мы сегодня рассмотрим. И они нигде не будут звучать как жалоба по дороге к гинекологу. Никто даже не подумает. Очень часто, слава богу, те, кто доходят к психотерапевту в этот раз, они получают помощь, если доктор разбирается в том, что психотерапевтическая тактика это одно, а у женщины возможны еще какие-то гормональные изменения, которые приводят к этим когнитивным диссонансам. И уже тогда лечение будет не только психотерапевтическое и не только антидепрессанты, что часто дают нашим женщинам. И лечение будет совершенно другое. Итак, сегодня мы будем говорить о нарушении когнитивных функций. Почему эту тему я затронула? Смотрите, деменция – то, чего больше всего боятся женщины. Оно же старческое слабоумие, оно же болезнь Альцгеймера. И вы мне сейчас скажете, Наташ, ну дело в том, что деменции у нас болеют как женщины, так и мужчины. И я скажу, да, но, к сожалению, из 100% заболевших деменцией, две трети составят женщины. И эту проблему я бы все-таки назвала больше женской. Заболевшие деменцией, как правило, в менопаузе. Да, до сих пор лечения этих проблем нет. Но зачастую научение, обращение каких-то нюансов на себя и предотвращение признаков все в той же заместительной гормональной терапии, либо в работе с психологом помогает избежать множества проблем. И мы начинаем с первых звоночков, которые у женщины возникают именно в пременопаузе. То есть тогда, когда вы еще молодая, красивая, менструирующая, без всяческих изменений, с максимально здоровым образом жизни. Мы сегодня говорим про здоровую, красивую женщину, которой вроде бы никто и ничего не предвещает беды. И на первом месте у нас будут стоять нарушения исполнительной функции. Что это за сложное слово? Это значит то, что наша психика состоит из таких вот частей, когда мы можем перед собой поставить какую-то цель, какую-то задачу. И к этой задаче мы в голове держим план туда, куда мы идем. И зачастую это не связано с какой-то нашей каждодневной рутиной. Ну, вот, допустим, вы возьмете и вот из Дубая, да, я сейчас поеду в Сингапур. Вроде бы все то же самое. Все так же тепло, все так же замечательно, но движение там будет левостороннее. Дубай правостороннее, Дубай левостороннее. В Сингапуре левостороннее. С чем мы столкнемся? С чем столкнусь лично я и, конечно же, вы тоже? Мы когда переходим дорогу, что мы первым делом смотрим? Сначала мы смотрим, да? Помните, когда нас учили, посмотрите налево, потом переходим, посмотрите направо. Здесь что происходит? Подходите вы, и я с этим сталкивалась неоднократно, к светофору. Что вы делаете? Ну, смотрите вы налево. Там никого нет, там все хорошо. Это еще хорошо, если вы по светофору дорогу переходите, а не перебегаете где-то переулочек. И только после того, как вам в спину или в бок раздается виск с армазов, вы понимаете, что вообще-то в Сингапуре надо было посмотреть направо. Если вы человек с ненарушенной исполнительной функцией, да, и вы, мы с вами говорим про женщин, молодая, репродуктивная, красивая женщина, вы перестраиваетесь, и держа эту цель в голове, вы понимаете, что подходя к дороге, вы должны сосредоточиться, потому что посмотреть в этот раз надо сначала направо. Это не потому, что у женщины начнут переходить дорогу неправильно. Я просто показываю, что такое исполнительная функция. Это задачи, которые мы ежедневно решаем в повседневной жизни, на работе или где-то еще. И вдруг вы замечаете, что раньше вы точно понимали цель, стратегию, куда вы идете, что вам надо делать и так далее. А сейчас вроде бы вы понимаете, вроде бы все идете, но все больше возникает каких-то изменений. И это будет ваш звоночек, в котором стоит сходить и к гинекологу, и обязательно обратиться к психотерапевту. Почему? Потому что, ну, если так, как вы уже привыкли, не получается. Если вы пытаетесь держать мысли под контролем, и не получается. У меня есть любимая фраза, которая у меня даже висит на доске желаний. Нельзя получить другой результат, совершая те же самые действия. Ну, вот нельзя, если вы сами себя контролируете, что-то делаете, и у вас не получается, ну, нельзя все так же продолжать самой. То есть очень нужен часто человек со стороны, который подскажет, как вам что делать. А я, между прочим, планирую запускать онлайн такие группы, где мы все вместе будем учиться друг у друга и у себя лично замечать такие вот нюансы и помогать друг другу с этим справляться. Это нечто групповой психотерапии, только намного круче, когда вы становитесь сам себе психотерапевт. На втором месте это нарушение рабочей памяти. Тоже нет ничего хуже. Вроде бы вы всегда все знали, вроде бы вы всегда все понимали. И рабочая память, это же не обязательно, как вы ведете проект. Рабочая память, да, это и как вы жарите котлеты. Рабочая память, это какие-то моменты, которые у нас происходят постоянно. Это так называемая оперативка, если мы ее разберем со стороны компьютера. Вы понимаете, что опять начинаются какие-то звоночки. Вроде бы все как всегда, но что-то идет не так. Так, обязательно обращайте внимание, это звоночек к премии на паузе. Это звоночек к тому, что ваш организм, ваша психическая деятельность начинает движение к своему, я не могу сказать закату, но к новому рубежу. А на этом новом рубеже мы должны немножечко по-другому ко всему обращаться. Следующее, это нарушение сенсорной интеграции. Да, и логопеды, не надо меня бросать там различными предметами. Мы не говорим о нарушении сенсорной интеграции у детей. Мы говорим о том, как нарушается сенсорная интеграция у взрослой, самодостаточной женщины. Опять-таки мы говорим про молодую, красивую, менструирующую женщину. Вдруг на ровном месте с нами начинает происходить что-то не так. Вам начинают натирать бирки на белье, то, что раньше не происходило. Вы точно знаете качество постельного белья, на котором вы спите. То есть вроде бы всегда все было нормально, но в этот раз что-то пошло не так. Вы перестаете разбираться, ориентироваться в темноте. То есть раньше все было хорошо, а сейчас я опять-таки не трогаю вашу астигматизм, с которыми вы можете легко разобраться с окулистами. А что-то пошло не так, то есть нарушается сенсорная интеграция. Опять-таки это почему? Потому что уже начинаются процессы в головном мозге. Уже нарушаются наши когнитивные функции. Уже мы начинаем приближаться к менопаузе. И на это тоже стоит обратить внимание. На следующем месте у нас стоит нарушение научения и памяти. Если вы свободно говорите на восьми языках и вдруг решили выучить девятый язык, и раньше у вас все шло спокойно и хорошо, то здесь вы замечаете, что что-то не то. Вы со сложностью начинаете учить новые слова. Если вы не полиглот, а учите каждый язык с трудом, так как, например, я, как говорила моя незабвенная преподавательница английского языка, она произносила такую фразу, я так понимаю, что тебе проще выучить еще одну медицинскую специальность или какую-то другую, чем сделать упражнение по английскому языку. Это правда, мне язык всю жизнь дается сложно. Но мы с вами говорим о функциях, которые вам вроде бы всегда давались легко. То есть, если вы полиглот, вы всегда хорошо учили языки, тут стало сложно. Если вы всегда легко создавали какие-то новые рецепты, еще что-то, но вдруг вы не можете это сделать, вы не можете сосредоточиться, вы не понимаете вообще, что происходит. Всегда да, а сейчас нет. Если раньше новую программу вы схватывали на лету, а сейчас опять нет, что-то идет не туда, ну, обращайте на это внимание, потому что что-то пошло не так. Это опять звоночек. Возможно, вы устали, но чаще всего вам надо к гинекологу и к психотерапевту. Это вот самые неврологические изменения, которые начинаются в период премианопаузы. Нарушение регуляции энергии и потребления пищи. Ну, это вообще мое самое-самое любимое. Почему? Потому что, знаете, вот эта вот чудесная пословица и поговорка, когда толстеют не от котлет, а от лет. Хотя я согласна, что котлеты здесь тоже будут виноваты, но смотрите, что происходит. Нарушается обмен веществ, за счет чего он нарушается? Он нарушается за счет очень многих факторов, которые включают в себя и щитовидную железу, и фоликостимулирующий гормон, и эстрогены. И сейчас мы с вами все живем в ужасное время, тогда, когда наш кортизол зашкаливает. И вот это все приводит к определенным последствиям. Это приводит к тому, что стресс быстрее истощает функцию наших яичников. Это все взаимосвязано с иголным мозгом. Я запишу видео, в котором я вот прям по полочкам разложу каждый уровень, чтобы вы понимали, что откуда извлекается. И из-за этого у нас с вами меняется обмен веществ. Чаще всего он замедляется. Как говорит моя любимая Татьяна Ферафановна, в определенном возрасте мы должны особо тщательно начать обращать внимание на то, что мы едим, и то в каком количестве. Потому что если мы привыкли раньше съедать ведро черешни, и нам от этого ничего не было, то с временем все так безопасно уже происходить не будет. И это опять наша особенность, которую мы должны знать и понимать. Мы входим в определенный возраст, перемена паузы. Но мы к еде начинаем относиться, как нам кажется, абсолютно по-старому. И это в этом основная наша ошибка. Почему? Потому что вы не можете съесть, как я уже говорю, ведро черешни. А вам, поскольку параллельно еще, мы с вами говорили, начинаются какие-то депрессивные изменения, какие-то тревожные состояния. То есть женщина чувствует себя не так, как обычно, не в своей тарелке. То зачастую в чем мы находим? Отраду и успокоение. Я чувствую не в своей тарелке, а ем и в своей тарелке, и в тарелке мужа, и побольше, и послаще, и так далее. Опять-таки, если вам актуально, пишите в комментариях, я запишу отдельное видео, как наш мозг реагирует на высокий уровень инсулина с продукты, да, с высоким уровнем, который вызывает выплеск инсулина. И как это запускает весь наш гормональный фон и наше настроение. Но пока женщина в перименопаузе, в менопаузе, должна по-другому отнестись к своей еде, потому что если продолжать все делать интуитивно, и так, как нам хочется, мы пойдем не туда. Так начинает работать мозг. Это, к сожалению, факт. Нарушение эмоций и мотивации. И опять-таки, мы с вами говорим про то, что склонность к депрессии. Это один из факторов, по которым мы будем оценивать тяжелую тяжесть климатического синдрома. Но когда у нас еще параллельно накладывается какая-то лоббильность эмоций, то есть лоббильные эмоции у женщины в норме, когда это в подростковом возрасте, когда гормональный бунт идет, потом в беременность, когда воздействие прогестерона и женщина то плачет, то смеется, и это тоже нормальное состояние. И вот когда женщина подходит к менопаузе, у нее тоже возникает вот такая вот лоббильность эмоций. И вряд ли, к сожалению, это происходит на уровне счастливых эмоций. К сожалению, эти эмоции начинают у нас двигаться в направлении агрессивность, плаксивость, раздражительность. Когда вы смотрите на своего любимого человека и понимаете, что вы бы его сейчас убили. Когда раньше вас подрезали на дороге, и вы мило улыбались и желали человеку счастливого пути, иногда не такими словами, но сейчас с вас прямо трусятся руки, вы прямо не знаете, что делать. Это изменение гормонального фона, это изменение психического состояния, это изменения, которые происходят в нашем организме. И их нельзя просто так бросать. То есть женщине в этой ситуации необходима поддержка. Не близкие, которые... Понятно, что близкие должны поддержать. Это все круто, это классно. Но муж, он же тоже у нас не святой, не железный. У него тоже происходят свои кризисы 40-50 и так далее. У него свои проблемы. И он нас может один раз поддержать, два, но когда женщина превращается в фурию, или когда накладываются несколько факторов, ну, есть какие-то пределы, какие-то границы. Поэтому одно дело, когда женщина получает заместительную гормональную терапию, когда она ходит к психотерапевту, когда она состоялась, и у нее есть хобби, деньги и все остальное. Это один прекрасный вариант, и то ей нужна помощь. А когда нарушен хоть один из пунктов, а у многих сейчас пункты нарушены, вы знаете, о чем я говорю. И, ну, как тогда происходит? Тогда любой щелчок сразу же накрывает эмоциональный фон. Ну, и после этого женщину надо буквально сошкрябывать по стеночке. Поэтому профилактически, если у меня есть видео предыдущее, да, по предвестникам менопаузы, посмотрите его, пожалуйста. Ссылка будет в описании к видео. Если вы поняли, что что-то с вами пошло не туда, то есть вы стали агрессивное или депрессивное, или плаксивое, или тревожное, то, чего не было раньше, обратите, пожалуйста, внимание на это, и не забудьте подойти к гинекологу. Нарушение обработки информации и кратковременной памяти. К сожалению, кратковременная память – это то, что страдает у нас быстрее всего. Наташа, которая раньше с легкостью читала с листа, и, во всяком случае, 30 минут. Я дословно воспроизводила любую информацию. Сейчас Наташа, требуется ей достаточно больше усилий, каких-то напряжений именно для того, чтобы я в голове удержала вот эти вот 9 пунктов. Может быть, мне не хочется, потому что усилий придется приложить намного больше, а может быть, уже где-то и не можется, а может быть, хочется сделать как-то по-другому. Это изменение психики, изменение характера, которые должны обязательно обратить на это внимание. Да, ну, нарушение обработки информации, тогда, когда вы вроде бы все делаете, как всегда, но получаете какие-то странные результаты. Вы не думайте, вы не одна, с этим сталкиваются миллионы женщин по всему миру. Ну, просто, ну, об этом уже говорят тогда, когда все. Знаете, как у нас любят? Когда совсем трэш, когда совсем уже некуда бежать, когда совсем уже с женщиной вот явно что-то произошло, она перестала выполнять все свои функции, вот тогда что-то куда-то идет. А когда вот эти вот звоночечки называются, ну, ничего страшного, как бы потерпишь, у всех бывает, сейчас такие сложные времена. Это вот именно тоже об этом. И поскольку у нас происходит нарушение и серотонин энергической системы, и из-за этого возникают аффекты и смены настроения. Да, то есть сегодня я такая сижу в хорошем настроении, вдруг я получаю какую-то смс-ку от клиента, от партнера по бизнесу, от друга, от вообще даже какие-то новости в Телеграме прочитала, да, и настроение падает в одну секунду. Ну, раньше такого не было, а сейчас любой пункт чаще всего настроение портит очень быстро. К сожалению, здесь не будет такого, что настроение поднимается, чаще оно портится. Ну и аффект, вы же знаете, да, убила сковородка и в состоянии аффекта. Все больше в смысле гнева. Все больше сделала, потом подумала. Почему? Потому что происходят вот эти вот когнитивные разобщения в головном мозге. Ну, ничего страшного, так бывает. С этим можно жить. Это можно профилактировать. И нарушение адренергической системы, которые будут проявляться, опять-таки, в настроении и в нарушенном внимании. Да, все больше мы обращаем внимание на вот эти вот синдромы нарушенной двигательной активности и гиперподвижности. Нам говорят, что да, с вами все хорошо. Просто вы сидите все время в Ютубе, в ТикТоке, вы все время делаете свайп и все остальное. А так с вами все нормально. Девочки, одно дело, если вы так расслабляетесь, хотя тоже запишу на эту тему видео, нифига вы так не расслабляетесь. Вы так только все больше возбуждаете нервную систему. Расслабиться — это выйти на балкон. Ну, я понимаю, у меня ездить в Дубае легко, да, то есть у меня птички поют, гольф-клуб под домом. Выйти на балкон, подышать, посмотреть воздушком, ну, побыть наедине с собой, послушать природу или что-то еще. 10 минут, 15 минут. Сколько вы выдержите? А другое дело просидеть в ТикТоке или в Инстаграме, да, или шорты на Ютубе посмотреть. Не, понятно, смотрите, особенно мои. Это же как бы хорошо и полезно, но вы же понимаете, это совершенно разное. И вы замечаете все больше и больше, что вы не можете долго усидчиво заниматься каким-то одним делом. Да, возможно, из-за того, что перенапряженная нервная система, возможно, из-за того, что вы подходите опять-таки к менопаузе, и у вас начинаются определенные изменения в головном мозге. Я надеюсь, что я вас не сильно напугала. Я хочу, чтобы вы понимали, что это норма, с этим сталкиваются абсолютно все. Просто об этом не говорят. У всех все хорошо. Вы должны быть спортивные, молодые, красивые, успешные, богатые, ну, какие угодно. Мы не говорим о том, что нам сложно. Особенно, когда мы становимся как бы взрослые, особенно, когда у нас уже и дети из дома вылетели, да, и замуж повыходили. И ты вроде бы, ну, что ты над двоем с мужем живешь, а кто-то в девочке один живет, да. А что тебе надо? Где ты устала, когда ты успела? А успела. А устала. Потому что процессы проходят по-другому. Потому что мы должны не просто учиться слушать свое тело. Иногда мы разобщаемся с телом вследствие, опять-таки, этих же гормональных изменений. А мы должны знать, что делать на каждом этапе. И, может быть, я как-то нигде-то не там читаю. Может быть, все мои друзья молодые, красивые, несмотря на то, что всем, большинству, 45+, все молодые, красивые, все успешные, все занимающиеся чем-то. И не принято говорить, что ты устал. Не принято говорить, что ты уже чего-то не хочешь. Не принято жаловаться, потому что, ну, все тебя будут считать депрессивным. Но с этим сталкиваются все. Поэтому, если вы считаете, что вам актуально, я создам группу в Телеграме. Обязательно будет ссылочка внизу. Если вы считаете, что актуальна будет вот такая вот группа, которую просто вот у меня пока есть задумка для того, чтобы вот этих вот девочек, нас всех, девочек 40+, 45+, объединять, чтобы мы разбирали друг друга образ жизни, чтобы мы научились помогать друг дружке, чтобы помимо психотерапии мы могли разбираться и знать, что с нами происходит, то напишите обязательно в комментариях. Я почитаю и буду знать, в каком направлении двигаться. Сегодня я вас всех обнимаю. Надеюсь, это видео было не очень сложным. Если прям сильно сложным, можете пересмотреть его через некоторое время еще раз. Прям даже выписать определенные пункты, чтобы вы каждый пунктик в себе понимали и не пропускали. С вами была Наталья Ключникова, врач-кушер-гинеколог высшей категории, психотерапевт. Я вас очень сильно люблю. Рада была видеть. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Поставьте мне лайк. Напишите мне комментарий. Можете поделиться этим видео со своими подружками, которым, я думаю, тоже оно будет актуально. Я вас всех обнимаю. Всем хорошего дня. Всем пока.